МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема сегодня. Комсомол молодежи России. В 2018 году Комсомол отметит 100 лет со дня создания. В истории этой былой остается такое понятие, как ударная стройка. Термин в Советском Союзе применялся к некоторым строящимся объектам. Но когда говорили всесоюзная ударная комсомольская стройка, значит, речь шла о стройках высшей степени значимости для государства. К такими относились БАМ, ВАЗ, Атоммаш, Саяно-Шушинская ГЭС и многие другие, среди которых предприятия нашего региона. Одно из них Архангельский ЦБК. Разговор о всесоюзной ударной комсомольской стройке продолжим с профессором Сафу Олегом Овчинниковым. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Десятилетия назад профессор Сафу Олег Овчинников постигал профессию монтажника и был комсомольцем-ударником, скажем так. Вы принимали участие в возведении третьей очереди АЦБК, а вместе с вами более двух тысяч посланцев болгарского комсомола. Это действительно так? Это действительно так. Но до того момента, когда уже вышли на более высокий уровень советско-болгарская стройка, это уже уровень стран СЭФ, была всесоюзная ударная комсомольская стройка. И совершенно правильно вы об этом говорите. И я работал тогда монтажником. Неожиданно вызвали в комитет комсомола и сказали, что вот секретарем комитета комсомола по идеологии. Через два дня объявили всесоюзную ударную комсомольскую стройкой. И я попал сразу же на пленум ЦК ВЛКСМ, где товарищ Павлов, секретарь ЦК, он на третьем курсе учился тогда института, очень энергично, сильно говорил о том, что мы передовой отряд молодежи, и мы эти сто ударных строек должны ввести досрочно. И вот это слово «ввести досрочно», и когда мы все разъехались, то это все время звучало так. Вот я слушал передачу до меня, и говорили о том, что там комсомол бумагу собирал, бумагу культуру и так далее. Это совершенно было, но это пионерия делала. Дело-то заключалось в том, что тогда, в 1917 году, поставили цель сформировать принципиально нового человека, человека, где эпоха будет без денег, где от каждого по труду, каждому по потребностям. Этот человек не будет иметь родимых пятен прошлого. Вот откуда это зарождалось. Честь, совесть, верность, товарищество, коллективизм. Вот эти черты, они базовые черты российской цивилизации, русской цивилизации. И поэтому комсомол так притягивал людей. Вот я когда сегодня смотрю, как в китайской народной армии принимают в партию, то солдаты плачут. Значит, идеалы – это прежде всего. Материально это там. Потом уже общество потребления на Западе, как мы с вами знаем, заканчивает свое существование. Но идеалы. И вот тогда и родилось. Вы понимаете, все представители всех союзных республик, и не было названия, они говорили «ты узбек», «ты чеченец», «ты украинец». Все говорили «советские», «мы советские». И о чем говорили на собраниях? Жили в бараках, как Маяковский, вернее, Высоцкий в свое время говорил, значит, на 33 комнатки всего одного города. Неважно, какой быт был Продугала, но собрания огромные, 300-500 человек, и обсуждали, как досрочно ввести. Комитеты комсомола засидали до двух часов ночи, как быстро ввести себя. То есть это было ограничение себя в чем-то, но отдать все для… Да, 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 с первой думы о родине, потом о себе. Вот эта идея, ведь она была заложена еще и в школе, в пионерии, заложена Аркадием Гайдаром, нашей русской, советской литературой. Вот этот мощный коллективизм, когда мы можем, вот мы можем. Слово «я» мало очень употреблялось, что вы заякали. И, понимаете, и противоречие, вернее, конфликт между нашим поколением молодым, а ведь молодые, когда 18-30, то огромные амбиции и огромная энергия. И нам всегда казалось, старшие вот что-то тянут, они хотят, они уже устали, и мы критиковали их, вывешивали карикатуры пожилых руководителей. Надо быстро, надо быстро, надо быстро. Вот этим сильна была организация, но сильна была она, конечно, ценностями, что главное в нашей жизни. Олег Владимирович, и, безусловно, эти ценности, и эти люди, они сформировали то, что мы имеем сегодня, а именно материальные в том числе, это наши предприятия, наши замечательные в регионе, которые также отмечают или уже отметили юбилей в преддверии столетия в ЛКСМ. Вот предлагаю только о нескольких сейчас вспомнить. В январе исполнилось 85 лет с того момента, как выдал первую продукцию первенец социалистического строительства на севере Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. В апреле 80 лет со дня первой варки на Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате. Не случайно этот городской микрорайон назван именем первых пятилеток. А в октябре 55-летие Котлосского целлюлозно-бумажного комбината, получившего в 1968 году имя Ленинского комсомола. В этом году 80-летие отметит Северодвинск, превратившийся из рабочего судостроительного поселка в военно-промышленный комплекс страны. Да, Соломбальский ЦБК в ожидании большой даты. И в то же время в ожидании больших решений. Вот вам сегодня, как комсомольцу, не обидно за эту ударную стройку? За предприятия, которые сегодня, к сожалению, у нас простаивают? Это, как говорят, единичное предприятие, о котором вы говорите. Но о той антропологической катастрофе, о которой сказал президент, что в 1991-м у нас в СССР произошла громаднейшая катастрофа, то это не только Соломбальский ЦБК. И это не только то, что было общественным, перешло в руки частных риц. Обидно, потому что такие комбинаты строили тысячи, десятки тысяч, и вдруг они оказались в руках одного человека. Да, эту приватизацию никогда, даже Чубайс признал, никогда в истории людей не признают ее справедливой. Но самое-то еще главное, пропала гордость. Одно дело, когда я трудился на Архангельском ЦБК и возводил один цех, второй – это наш цех, устанавливали красное знамя, это наш цех. Давайте посмотрим сейчас, кто из монтажников. Это наш цех. Это не твой цех, это олигарха такого-то. Олигарха такого-то. И потом в глазах мы совершенно другое читаем у этих людей. Это пропасть некая получается, да, у нас между... Да, получается. Но без этой пропасти, без этих 25 лет, мы поняли, что утеряли. Значит, ага, то, что в планово-распределительной было плохо, мы это знали уже в 90-х и критиковали, и Барашков тут выступал, и яростно критиковал, он молодец. Это было наносное. Но в сердцевине своей, и даже такой великий жулик и вор всего мира, как Сорос говорит, планово-распределительная экономика удивительным образом доказала полностью все свои преимущества перед рыночной. И еще один момент, великий философ Зиновьев сказал, вершиной развития российской цивилизации был Советский Союз. И вот в этом отношении, когда мы сегодня говорим о патриотизме, то ведь базовые черты патриотизма — справедливость. Маленький один пример. Я четвертого разряда монтажник, я получал 130 рублей. А директор, который управлял, то есть управляющий нашим трестом, это 5 тысяч человек, он получал 440 рублей. Один в трём, один в четырём, один в трём, один в четырём. Справедливость. Это особенно характерно для русской, японской, норвежской этносов. Справедливость. А когда 44 человека владеют собственностью 3 миллиардов, каково? Как это? И поэтому вы просто уникально, вот вы как археолог, стали сегодня вскрывать на этой передаче пласты. А что там было? А что там было? А что там было? И вот всё больше и больше будет проявляться то, что было отлично. Плохое отбросится. И вот этот синтез лет через 10-15, мы сейчас находимся как в 930 году. Рывок мы должны сделать так же, как тогда. Построить очень мощные заводы, быстро, быстро, но уже в новом технологическом. И вот этот патриотизм сегодня востребован мощно. Любить свою родину. Ещё Робис Пьер правильно говорил о том, что ты ничего не сделал для родины, если не сделал всё. Олег Владимирович, а вот студентам вашим сегодняшним, вы объясняете, нацеливаете как-то на это, что ребята, перед вами, в общем-то, стоит в периоде непаханное поле. Рассказывайте о вот этом комсомольском. Вы очень важную тему подняли. Понимаете, когда центральное телевидение показывает золотую молодёжь и говорит, вот она такая, ЗК и так далее, ЧП, вся районно-областного масштаба, это всё всем плохо. Но когда я провожу опросы, 400 человек опрашиваю, то я вижу, что код нашей русской цивилизации точно. Честность, тэ-тэ-тэ-тэ. Я вот маленький пример приведу. Я когда группа 90 человек, 50 оттенков серого, все прочли? Прочли. Ну и как ваше мнение? Фу, больше читать не будем. Ох ты как! Как мощно отвергает заложенные в глубинных структурах мозга этнос то, что есть в англо-состровской цивилизации. Хотя чего только сегодня нам не предлагают. Посмотреть, послушать, но всё-таки... Но! Идёт отбор. Это даже, вот смотрите, некоторая архаизация идёт. Если в Чечне посмотрим, потому что они очень далеко назад ушли, восстанавливая предков. Татарстан немножечко тоже далеко ушёл. И когда мы смотрим телевидение, Башкортостан я смотрю. Но они по крупицам восстанавливают. А что там было у них хорошего? А что было? Ведь только на этом можно. Ведь тот великий образ Манкурта, который описал киргизский писатель Чингис Айтматов, это великолепие. Манкурт, он не помнит ничего, тогда всё, тогда конец. Тогда они жгут где угодно, бросают бутылки куда угодно, идут на фронт куда угодно. Это Манкурты. Так вот, вы начинаете восстанавливать вот эту передачу. Она маленькая, это всё капелька. Но капелька точит камень. И вы восстанавливаете самое святое, что есть. Потому что колбасы стало много, никто не смотрит. Автомобили стало много, надо только зарабатывать. Когда деньги ценность, тогда нация пропала. Когда деньги средства достижения цели, тогда нация жива. А вот насчёт Болгар вы вспомнили? Да, когда вот этот конгломерат весь стал коллективом, значит, многонациональным, и тогда влились органично очень болгары. И я вам скажу, вот здесь работала, там я ощутил, насколько великая душа у русских. Болгары приехали почти все без специальности. Ни штукатуры, ни плотники, ни монтажники, никто. И начали работать, и начали над ними смеяться. Да что они делают? Они же ни черта не могут. И тогда, значит, сразу же по инициативе снизу. Хорошо, мы пять человек болгар берём в свою бригаду, научим. Хорошо, мы берём. И разобрали всех болгар по бригадам. Встали. Это спонтанно произошло. Мы долго думали, что же делать? И тут спонтанно. Делай так, делай так, делай так. То есть это как на бессознательном, как будто бы предопределено? Это как вот ребёнок, который родился, и он сразу начинает искать грудь, как ему, значит, поесть молока. Точно так же здесь, на вот этом уровне. Это ещё одна очень мощная такая черта. И потом вот этот за пять лет коллектив настолько, значит, стал единым, что если бы эти процессы пошли и дальше, то мы бы видели Совет экономической взаимопомощи сегодня реорганизованный, мощный, и не было бы тех проблем. Но, с другой стороны, значит, как говорят, чем хуже, тем лучше. Мы пройдём, поняв ценность глотка воды в пустыне, теперь мы начинаем понимать, и вот до меня выступала, значит, и видеоряд был об этом же, начинаем понимать, а что было главным, а что за ценность? Ну, главное, наверное, чтобы уроки комсомола, уроки того прошлого были выучены нами, и мы их успешно применяли, внедряли в жизнь. Олег Владимирович, в том числе и благодаря таким замечательным профессорам, как вы, которые и сегодня продолжают это дело и работают в том числе и с молодёжью, с молодым поколением. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»